Ещё один громкий инцидент с участием группы военнослужащих в одной из воинских частей Армении. В этот раз солдаты устроили бунт, выразив тем самым недовольство в связи с поведением некоторых офицеров. В частности, некоторые из них пытались внедрить порядки 90-х и установить свои правила в воинских частях. Всё это закончилось очередным бунтом военнослужащих. По сообщениям некоторых армянских СМИ, количество сбунтовавшихся солдат достигло 600. После инцидента группа армянских военнослужащих в качестве наказания была отправлена на службу в оккупированной Армении Нагорный Карабах Азербайджана. По мнению экспертов, Армения по традиции намерена выдать наказанных солдат за добровольцев, которые якобы отважились вести службу в Нагорном Карабахе. Это уже приняло наглый, вызывающий характер. И во многом это связано с попустительством великих держав, международных организаций подобным действием Армении. Ну если уж дело доходит до того, что приходят и проводят учения на территории Азербайджана. В наглую, значит, премьер-министр и министр обороны отправили своих детей проходить воинскую службу на территории Азербайджана. То есть я хочу сказать, это попивающее нарушение международного права. И, к сожалению, международные сообщества Армении не указывают на это обстоятельство. Информация об инциденте просочилась прессу после того, как один из военнослужащих рассказал матери о бунте, устроенном солдатами против одного из офицеров. Армянское руководство всеми способами пытается скрыть подобные случаи. Несмотря на громкие и частые заявления о том, что проблемы в армянской армии решаются, армянские военнослужащие продолжают гибнуть от неуставных отношений, конфликтов на почве местничества. И родители не хотят, чтобы их дети служили на оккупированных азербайджанских территориях. Более того, во времена СССР Кисяна очень многие платили взятки военным комиссариатам для того, чтобы избежать отправки. Туда отправлялись дети бедных, а богатые проходили службу на территории Армении. И на территориях оккупированных дедовщина и криминал в армии, конечно, намного сильнее. Как правило, оно идет столкновение между так называемыми карабахцами, которых больше среди старшин, прапорщиков, контрактников и офицерского корпуса, и призывников, которые приезжают из Армении. Неуставные отношения, убийства и насилие в армянской армии заставляют родителей призывников всеми способами пытаться избавить своих детей от службы в армии, а от службы на чужой территории тем более. Шамистан Мамедов, Илькин Мехтиев, Си-Би-Си.